Друзья, всем привет! Джука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткое по делу. С прошлого выпуска мы с вами ожидали от уровня 9600-9700 выстрелы вверх. Этот выстрел мы получили, но не получили закрепление на уровне 10200. И нас с вами отправили на довольно такой затяжной период консолидации, когда у нас почти нет никакой волатильности, и рынок почти замер. Для начала хотел бы сказать такой момент. Вы готовы покупать биткоин от уровня, ну где-то 7900 до уровня 8500. И с чего вы взяли, что вам дадут закупиться на этом уровне, лично мне абсолютно неизвестно, потому что это абсолютная информация, которая идет везде. И сейчас уже отслеживая движение крупных игроков, можно понять, что там ниже уровня самый край, это 8900, рынок локально, если не срочно, не опустят. Также мы с вами пробили уровень 9500. Там было абсолютно очевидно то, что актив будет откупать. Более того, я даже там давал точку входа в своей закрытой группе. Ну и, собственно, откуп не заставил себя ждать. Откупили почти в момент. Причем откупали на очень большие суммы. Сейчас мы с вами наблюдаем довольно низкую волатильность, но при этом объемы проторговок, я бы не сказал, что сильно низкие. Причем можно обратить внимание то, что часть объемов уходит из биткоина в альту. Давайте посмотрим эти движения более подробно на графике и, соответственно, сделаем выводы, каких движений нам стоит ожидать локально, среднесрочно и более долгосрочно. Ну, прежде чем начнем, напоминаю то, что у меня есть закрытая группа с ежедневными обзорами, стоимость подписки на которую составляет всего 10 долларов в месяц. Видео на YouTube не получается очень часто записывать, а там я делюсь, во-первых, ежедневно с соображением по ситуации на крипторынке, во-вторых, обязательно в моменте, если идут какие-то резкие движения. Поэтому жду вас в наших рядах, там почти 200 человек. Думаю, будет полезно, тем более не такие уж и большие деньги. Давайте разбираться, что у нас по графику. Сегодня посмотрим совсем быстро ситуацию по биткоину, также посмотрим Ripple. Напоминаю то, что работаю я по нескольким биржам, но эта биржа самая, во-первых, моя основная, во-вторых, здесь лучше всего видны манипуляции маркет-мейкера. Давайте начнем сразу же с момента, где я давал прошлый прогноз, то есть это было вот где-то в этих числах. Мы с вами получили отскок, но не получили довольно важного закрепления. Важные закрепления у нас здесь должны быть на двух уровнях. Это первый уровень 10.200, второй 10.500. В принципе, это очень хороший бычий сигнал, здесь будет довольно большое количество покупок. Здесь нас решили испугать на довольно хороших объемах. Мы пошли до уровня поддержки. Соответственно, здесь консолидировались. Также хочу обратить внимание вот на этот момент. Сейчас я его приближу. Момент, на котором довольно многие испугались, но мы успели набрать здесь позицию. Смотрите, хотел бы обратить внимание на то, что такое вот движение рынка, помимо того, что это манипуляция, здесь еще было и сосредоточено довольно большое количество стопов, потому что у нас была довольно длительная консолидация, и люди под эту консолидацию решили поставить стопы. И на данный момент получается, что стоп лонгистов мы выбили. Плюс тут довольно хороший сигнал, что у нас идет продолжение консолидации. Уровень 9.350, который еще поддерживается стенками объемов, его не тестируют, не пробивают, мы торгуемся над ним. И даже учитывая по технике, мы сбили лонгистов и сейчас должны пойти довольно резким движением, потому что, во-первых, длительная консолидация была, и наиболее вероятно резким движением тут получить движение в район 10 тысяч долларов. Также хотел бы обратить внимание на то, что у нас не заблокировали печатную машинку Тезеры, которая активно работает и которая активно будет, опять же, сейчас скупать биткоин, сколько у них там 3 месяца до следующего слушания. Я думаю, в эти 3 месяца будут самые веселые движения. Поэтому краткосрочно по биткоину все же я ожидаю выход за уровень 9.800, вот в эту консолидацию, учитывая некое накопление, также учитывая набор позиций на 10 и на 11 тысячах, очень крупных. Думаю, более среднесрочно стоит ожидать выход за этот уровень накоплений в уровень 10.250 и вот здесь уже будем консолидироваться, закрепляться. Это уже будет довольно неплохим сигналом для продолжения покупок. Поэтому здесь никаких сверх там каких-то страшных моментов я не вижу. Что касается ситуации более глобальной, мы с вами формируем канал. Канал у нас получается, ну давайте грубо, 9.12.500. Внутри этого канала ожидаю продолжения движения. Как минимум к уровню 11.200, но 11.200 на восходящем тренде это будет уже неплохой сигнал к покупкам. Поэтому, думаю, те же 12.500 нам с вами в более долгосрочной перспективе покажут с очень высокой вероятностью. Также я давал по Ripple точку входа. Точка входа была плюс-минус в этих же уровнях. При этом ограничения мы здесь поставили на уровень 28 центов. То есть, соответственно, хочу обратить внимание вот на эту длительную консолидацию. Под нее поставили ограничение убытков. Да, многие сравнивают эту ситуацию с биткоином по 6000 долларов, но здесь должен быть общий крах рынка, чтобы все это дело посыпалось ниже. Да и в принципе на уровне 28-30 центов находятся очень серьезные покупатели. Поэтому локально, ну я не рассматриваю здесь каких-то сильных провалов. Все-таки я думаю, у нас как минимум будет ретест зоны 40 центов. А, уже от 40, я думаю, там от 36. От 36-37 появится новый покупатель, потому что это тоже будут довольно неплохие точки для входа в покупки. Друзья, давайте короткое резюме по рынку. Более локально я ожидаю продолжения роста. Возможно, будут небольшие сквизы до уровня 9-350. Поэтому, собственно говоря, я и предлагаю ограничение убытков не переносить. Среднесрочно актив жду в уровень 10-200-10-500. Более долгосрочно я все же ожидаю актив за 12 тысяч. Гнать сейчас актив на 8-500 и ниже я просто не вижу никакого смысла, потому что там действительно довольно большой покупатель. И ну просто нерентабельно дать этому покупателю войти в рынок. Если рассматривать ситуацию локально, даже отталкиваться от худшего, все равно сейчас, если буду давить покупками от уровня 8-900-9-300, это все дело откупят. И все равно, более среднесрочно нам стоит ожидать поход за 10 тысяч долларов. Ситуацию вижу таким образом, что сейчас надо отталкиваться чуть меньше от технического анализа, чуть больше от фундаментала и чуть больше от психологии рынков, на котором мы находимся. Действительно, сейчас очень много манипулятивных движений. И эти манипулятивные движения делаются для того, чтобы маркетмейкер заработал там свою денежку. И я думаю, по рынку больше стоит отталкиваться именно от этих моментов. Какие движения может провернуть манипулятивный маркетмейкер на данном уровне, чтобы нам тоже отхватить какую-то свою долю. Напоминаю, что у меня есть группа с ежедневными обзорами, форму на которую вы найдете в описании. Ну и собственно говоря, лайк, подписка и комментарий. До следующего выпуска, друзья. Работаем!